приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы в первую очередь очень многие переживают за кошку вот я кошку предъявляю она смотрит за мясо всем кто сомневается руки сейчас тщательно вымою с мылом после кота а сегодня мы готовим опа мясо а сегодня мы готовим мартаделлу сейчас расскажу вымою руки и расскажу какую ладно итак друзья кошку покормим говядинкой и вернемся к мартадели если вы следите за нашим каналом то вы помните что мы уже готовили мартаделлу по классическому итальянскому рецепту которые нашли на одном из итальянских форумов перевели рецепт и приготовили мартаделлу она была с фисташками большой батон такой круглые ну и получилось очень классная с большим количеством специй кстати была очень ароматная сегодня мы так как уже взяли на себя обязательство приготовить все рецепты из чудесной книги издательства 1938 года колбаса и мясокопченности автора а конникова книга кстати потрясающая если кому-то интересно пишите в комментариях свой имейл я вам отправлю ссылку на скачивание электронной книги альбом великолепный сейчас вкратце настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы мясокопченности утвержденные народным комиссаром пищевой промышленности с для предприятий нарком пищи фрома потрясающий сборник рецептов причем мне настолько нравится рецептуры они настолько классные такие получаются колбасы снежным очень таким классным вкусом но очень сильно отличается от современных сегодня готовим марта делу высшего сорта и вот посмотрите что здесь пишется особые условия применение красящих и связывающих веществ не указанных в рецептуре запрещается употребление говяжьего и свиного мяса не исследованных ветеринарно-санитарной инспекцией согласно утвержденным правительственными органами правилам браковки запрещается я считаю что все такие нормы и стандарты в тридцать восьмом году были значительно жестче и значительно выше чем сейчас итак поехали давайте приготовим марта делу высшего сорта по рецепту по госту ссср тридцать восьмого года нам понадобится мясо говядины и мясо свинины пропорции соотношения вы найдете в текстовом рецепте в описании видео также нам понадобится белый перец мускатный орех и сахар в чем мы отступаем от рецептов тридцать восьмого года это в засолке в тридцать восьмом году не использовали нитритную соль использовали для засолки селитру мы используем нитритную соль для приготовления посолочной смеси мы использовали смесь равных количествах нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 6 процента и поваренной соли соотношении 13 половиной грамм нитритной и 13 половиной поваренной из расчета на килограмм сырья то есть всего 27 грамм соли и первую очередь для того чтобы приготовить вареную колбаньку нам надо мяско засолить для того чтобы засолить порежу его на достаточно мелкие на достаточно мелкие кусочки вообще как бы идеально перекрутить на крупной на мясорубке с крупным с крупной решеткой но у нас такое маленькое количество мяса и такая большая мясорубка что мне честно говоря стало лень мыть мясорубку и мы решили что его быстренько порежу меленько просто порежу и засолить мяско порезано с посолочной смесью я только что нагнал пурги по той причине друзья иногда действительно оговариваюсь потому что не пишу сценариев а стараюсь ну стараюсь все рецепты так сказать в первую очередь выучить и естественно когда мне надо говорить представлять какой-то продукты иногда ошибаюсь поэтому не судите строго посолочная смесь 17 грамм из 50 на 50 то есть 17 разделить на 2 это 8 с половиной грамм нитритной соли и 8 с половиной грамм поваренной соли вот так будет правильно поэтому простите вносим посолочную смесь мясо хорошенько все перемешиваем что маленькая у нас марта белка будет сколько здесь сериал из батончик будем делать из полтора килограмма сырья вот я озвучил как раз количество нитритной соли на полтора килограмма сырья поэтому такой конфуз и получился но я исправился и главное в текстовом рецепте текстовые рецепты пишет лариса она не такая рассеянная как я поэтому в текстовом рецепте всегда информация правильная если я нагородил какой-нибудь пурги то тогда смотри описание под видео а там всегда есть точно составленный текстовый текстовый рецепт друзья хорошенько уплотняем мясо чтобы вовнутрь мяса был минимальный доступ кислорода чтобы она не окислялась затягиваем его пищевой стрейч пленкой и на сутки в холодильник а дальше приступим к мартадели на следующий день начинается самое активное приготовление фаза приготовления мартаделлы в первую очередь порезали шпик вот такими вот кубиками где-то размером сантиметр на сантиметр для того чтобы шпик лучше резался его лучше немного подморозить далее обдаем шпик кипятком хорошенько ошпариваем таким образом у нас кусочки разлипаются становится скажем каждый отдельно у них оплавливается все поверхности и это поможет им хорошо вмешаться фарш чтобы сало не выпадало из колбасы наверное встречали такой эффект в магазинах когда колбаса отдельно а сало отдельно было докторская стала любительская а хорошенько вот за счет того что мы его ошпарим она хорошенько прилипнет к фаршу и будет представлять из себя одно целое после того как шпика ошпарили промываем его ледяной водой и отправляю в морозилку на то время пока мы будем готовить остальной фарш фарш для колбасы готовим два приема первую очередь измельчим его на мясорубке с решеткой с диаметром отверстия 5-6 миллиметров можно 45 нам надо получить такой достаточно мелкий фарш видите какое мяско красивая красная яркого цвета это а вот там где она посерела это та верхняя поверхность которая соприкасалась кислородом почему я говорю что фарш лучше уплотнить далее из фарша надо приготовить эмульсию обязательное условие мясо перед его измельчением фарш должно быть хорошенько охлаждено до температуры 3-4 градуса потому что сейчас мы будем готовить эмульсию с помощью кутера фарш будет нагреваться нам надо не допустить нагрева выше температуры 10 градусов категорическое условие иначе мы получим потом отек при приготовлении самой колбасы мы используем вот такой вот большой кутер в домашних условиях можно использовать вот такой вот обычный кутер который есть практически в любом комбайне мы его раньше всегда и использовали пока у нас не было этой чудо машины как сказал один из подписчиков не кутер а катер также нам понадобится на килограмм сырья 100 миллилитров ледяной воды посмотрите в ней плавают кубики льда это все для того чтобы фарш не нагрелся в процессе измельчения отправляем фарш кутер сюда же отправляем ледяную водичку и начинаем измельчение измельчаем где-то в течение двух-трех минут до получения эмульсии в результате измельчения получили вот такую вот эмульсию это и есть фарш для нашей будущей мартаделлы все такое он совершенно однородный измельчен измерьте температуру фарша если она подходит к десяти градусов градусом отправьте его в холоде морозилку хотя бы минут на 15-20 чтобы он достаточно охладился следующим этапом охлажденной эмульсию следует вынесли не пренебрегайте этой процедурой мы вымешиваем с помощью тестомеса также если нет тестомеса можно вымешивать с помощью обычного ручного миксера при этом следим за температурой в первую очередь добавим специи и включим вымешивание минут минуты на три на четыре далее добавим сюда же наш подготовленный шпик который был охлажден и повтор еще в течение четырех пяти минут на четыре минуты будет достаточно в результате получили за такую вот эмульсию с равномерно вмешаны в нее шпика как видите шпик хорошо обволакивается эмульсия за счет той процедуры ошпаривания которую мы провели теперь переместим это в колбасный шприц и при приготовим оболочку после того как фарш переместили шприц набьем колбаску значительно удобнее это делать вдвоем конечно я знаю что он многие делают самостоятельно но у нас есть компания так сказать сейчас медленно подвожу фарш краю цевки теперь набивать надо достаточно плотно то есть вот почему я говорю что вдвоем потому что набивка должна быть хорошенькая плотненькая набиваем в коллагеновую оболочку диаметром 80 миллиметров используем 80 миллиметров по той причине что колбаса у нас сама по себе достаточно маленькая то есть у нас маленький батончик мы и делаем исключительно на пробу потому что мартаделлу в принципе по большому счету делаем по классическому итальянскому рецепту с фисташками и со всем остальным а интересно попробовать как рецепт 38 года колбаса набита теперь надо приступить к перевязыванию уплотняем колбасу как бы вот так вот покажи как ты заворачивала то не было видно то есть вот так вот заворачивая ее как бы закручивая краешки и надо достаточно плотно уплотнить и перевязываем батончик с двух сторон друзья сегодня в кадре будет мелькать еще одна колбаса мы продолжаем экспериментировать с шахматными колбасами но сегодня я вам не показываем как только добьемся результата если вы смотрели наше видео о нашем предыдущем фиаско с шахматной колбасой то вы понимаете о чем речь если не смотрели можете посмотреть поэтому как бы вторая палочка там где-то будет на запекании процессы запекания и паровой варки примерно одинаковые она там будет мелькать не подумайте что это какой-то мухлёж просто это эксперимент за один раз все делаем надо постараться как можно плотнее вот так вот уплотнить батон чтоб колбаска у нас была плотная конечно в любом случае пузырьков воздуха внутри мы не избежим но стараемся делать как можно более плотнее проверяем батон на наличие пузырьков воздуха под оболочка если есть такие пузырьки накалываем их воздух сразу же из-под них выходит он как бы выдавливается теперь при комнатной температуре на два часа подвешиваем наш батон желательно чтобы именно его подвесить не положить таким образом он немножко самоуплотнится и произойдет ферментация фарша и естественно отепление потому что сейчас фарш холодный после этого приступим к тепловой обработке за два часа колбаска ферментировалась отеплилась и как видите немножко поменяла цвет приступим к тепловой обработке первый этап тепловой обработки обжарка разогрели духовой шкаф до температуры 90 градусов включаем конвекцию и отправляем колбасу обжариваться на полчаса следующий этап будет паровая варка для этого нам надо приготовить противень или любую емкость с горячей водой с кипятком которую через полчаса мы сможем поставить на донышко духовке через 30 минут понижаем температуру в духовке до 80 градусов на дно духовки помещаем противень с горячей водой с кипятком в батон колбасы помещаем кулинарный щуп для контроля температуры и приступаем процессу паровой варки да и выключаем конвекцию готовим колбасу до достижения внутри батона температуры 68 69 градусов на всякий случай я засекаю время и в конце приготовления озвучу вам в это это время но лучше не рассчитывать на время потому что это очень условный момент в разные батон и колбасы по-разному греет духовка разная степень отепления было поэтому время может существенно отличаться и иногда полагаясь на время можно перегреть колбасу и получить бульонный отек то есть наша задача сейчас паровая варка 80 градусов духовке конвекция отключена желательно включен только нижний тен по возможности если ваша духовка позволяет и этот процесс паровой варки длится до достижения внутри батона температуры 68 69 градусов время пошло и ждем пока колбаса приготовится без двух минут два часа варилась колбаса наша достигла температуры 69 градусов извлекаем ее из духовки и помещаем в ледяную воду минут на 10 на 15 это нужно для того чтобы остановить процессы набора температуры ведь температура в духовке выше чем 69 градусов соответственно колбаса может набрать более высокую температуру перегреться и получить отек после того как мы остановим процесс повышения температуры извлекаем колбасу и оставляем ее на ночь настояться напитаться специями набраться вкуса а завтра утром будем дегустировать на следующий день друзья можно мартаделлу разрезать и попробовать давайте посмотрим какая же она мартаделла по советскому госту вот такая дайте сейчас тоненько нарежу покажу вам разрез тонюсенький тонюсенький кусочек как я люблю вареночку с бутербродиком и и ну давайте посмотрим разрез вблизи а потом будем пробовать ну вот друзья такая наша мартаделла получилась ну по-моему вид у нее просто потрясный давайте попробуем на вкус но до этого у меня есть небольшое объявление неоднократно вы просили в своих комментариях приготовить шахматные колбасы первый наш опыт шахматной ветчиной был не совсем удачный и вот второй опыт шахматной колбасой получился значительно более удачный единственное что плохо рисунок темные шахматки это телятина вот здесь вот были такие же шахматки из свинины но они слились со своим фаршем поэтому не очень хорошо видно но факт тот что шахматная колбаса шахматная варенка у нас получилось получилось очень прикольно сейчас тоже показываю разрез и тоже продегустирую но будет отдельное видео естественно будет видео как приготовить шахматную колбасу это такой своего рода анонс вот здесь вот сейчас видно видите вот это вот это кусочки мяса и вот это кусочки мяса и вот это вот по структуре совершенно хорошо видно что это именно цельное мясо никакое но никакой не фарш то есть мы взяли раз два три четыре девять кусочков 9 брусочка мяса завернули ее в колбасную эмульсию и таким образом приготовили шахматную колбасу но как я уже говорил это анонс о шахматной колбасе мы сделаем отдельное видео я думаю что многие его от нас ждали это точно давайте вернемся к мартадели и так друзья я пока похвастался шахматкой вернемся к мартадели мартаделла по госту ссср тридцать восьмого года это просто фантастика на запах на запах просто супер сужая да она невероятная она но такой подбор вот во всех этих рецептах такой подбор специй такая рецептура нежнейшая колбаса это просто нечто и реально хочется есть просто просто шедевр конечно насколько грамотно все делалось тогда ну и так хватит жрать друзья это совершенно просто воспроизводится как вы видите сделать эту колбасу в домашних условиях ну особо не заморачиваясь достаточно просто конечно 1 1 1 1 когда мы делали варенку у нас была неудача это было пару-тройку лет назад мы думали что это очень сложно сейчас это колбаса ну дается очень просто ну и и я могу сказать что и нечего готовить друзья я с огромным удовольствием представляю вам рецепт мортаделлы по госту 38 года мы его повторили мы его сделали полностью так сказать можем с уверенностью сказать что она очень вкусная она невероятно вкусно идеальный подбор специй вообще кстати ну вот из варенок покой никого наверно number one на сегодняшний день но очень мне понравилось так ну хватит хвалиться если есть какие-то вопросы по приготовлению пожалуйста в комментариях задавайте вопросы на все вопросы мы с удовольствием с ларисой отвечаем самое главное друзья попробуйте сделать это дома вам очень понравится поделитесь нашим видео со своими друзьями со своими знакомыми с каждым человеком который перестанет покупать колбасы в магазине а начнет делать их сам вот по этим рецептом с нашей помощью мы надеемся мы с ларисой становимся немножко счастливей поэтому ну там не говорю вы сами знаете пальцы вверх если понравилось подписывайтесь если понравилось но поделитесь со своими друзьями поделитесь со соц сетях поделитесь со знакомыми для нас это действительно очень важно чтобы как можно больше людей увидели что делать колбасы дома это просто и как бы никакой сложности нету это вкусно во-первых это безопасно во вторых это полезно в третьих наверное все слышали историю названия колбасы докторская почему она называется докторская эти колбасы реально диетические их не сравнить там со стейками по полезности то есть они значительно полезнее они классные вы знаете из чего вы их делаете ну колбаса конечно получилось просто фантастическая ну и друзья ждем рецептик шахматки шахматка у нас тоже получилось я очень доволен я горжусь этим я горжусь нами с ларисой могу сказать в общем не буду вам морочить голову всего доброго пока мы пошли готовить для вас